Примары населенных пунктов, настаивающие на предоставление автономии местным администрациям и участвовавшие в недавней акции протеста против затягивания принятия парламентом нового закона о местных публичных финансах, подвергаются давлению и запугиванию, в том числе путем заведения уголовных дел. Об этом заявил исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виарил Фурдуй. Механизм давления уже давно обкатан. Нынешняя система распределения финансовых ресурсов в регионах, как известно, сверхцентрализована и политизирована. В итоге примары, которые решаются высказать свое недовольство и потребовать автономии, отлучаются от денежных фондов, заявил Виарил Фурдуй. По его словам, после того, как в конце прошлой сессии парламент внес поправки в госбюджет, финансирование лишился целый ряд населенных пунктов. Причем именно по политическим мотивам настаивают в Конгрессе местных властей, называя нынешний механизм распределения средств в территориях политической коррупции. Впрочем, у правительства имеются и другие рычаги давления. Используются и другие механизмы давления, которые должны остаться в прошлом. В частности, используются силовые органы, заводятся уголовные дела, давление оказывается по телефону и тому подобное. Правящая коалиция постоянно откладывает принятие в окончательном чтении нового варианта закона о местных публичных финансах, который предусматривает расширение финансовой самостоятельности местных органов власти и снижает их зависимость от центра. Теперь в правительстве и парламенте говорят, что этот закон вступит в силу только с 2015 года, а в 2014 он будет опробован в нескольких районах в рамках пилотных проектов. Это привело к тому, что 11 октября около 300 примаров и председателей районов вышли на акцию протеста, требуя обеспечить автономию и обещанную властями децентрализацию. Сегодня мы вынуждены вновь обратить на это внимание общественности, так как во время мирного митинга всех примаров 11 октября нас не услышали и не увидели ни парламентарии, ни политические партии, не вышли на диалог с нами до сих пор. Предпринимаются попытки продолжить манипулирование нашими коллегами-примарами. На них оказывают огромное давление партии правящего альянса, с тем, чтобы они не поддерживали этот закон, или если поддерживают, то чтобы внедрить его с 2015 года. Примаров принуждают молчать, исполнять требования лидеров правящего альянса. Примары возмущены тем, что после проведенной им акции протеста председатель парламента Игорь Корман заявил, что власти достигли компромисса с примарами, и законопроект о местных публичных финансах будет внедряться постепенно, не сейчас, потому что примары еще не готовы к грядущим изменениям. Первые лица государства утверждают, что примары еще не готовы. Что значит они не готовы? Мы-то готовы. А вот они не готовы предоставить свободу местным администрациям и стране в целом, чтобы она развивалась. А мы, примары, уже давно готовы управлять нашей собственностью и нашими гражданами напрямую, потому что они напрямую нас выбирали. Человек не придет в парламент стучать в дверь. Он в первую очередь со своими проблемами пойдет к примару. Господин примар, у меня разрушился забор, помогите. И первый удар, который наносится стране, испытываем мы, примары. Мы лучше знаем, с какими проблемами сталкивается страна, а не те, кто находится наверху и ходит с полными мешками денег. Я уже однажды говорил, кто владеет козой, а кто на самом деле ее доит. Мы находимся там, внизу, и ужас, какие проблемы имеются в наших селах. И мы понимаем, что ситуация катастрофична. А те, кто у власти, они ходят как цари и спрашивают, хочешь быть с нами, тогда возьми деньги. А если не хочешь быть с нами, и денег не будет. Конгресс местных властей Молдовы решил делегировать в Страсбург группу из 25 примаров, чтобы обратить внимание европейских структур на отказ властей предоставлять самостоятельность местным администрациям и на затягивание с принятием нового варианта закона о местных публичных финансах.